Пройдя по улице, шанс заметить человека, а теперь уже и ребенка с электронной сигаретой с каждым днем стремится к 100%. Электронные сигареты постепенно сменяют обычные. Что я сказал? Электронные сигареты постепенно сменяют обычные. Если для всех людей, курящих, и нет, известно, что обычные сигареты вредны, то с электронами все уже куда сложнее. Ведь они появились относительно недавно, и данных для исследования еще недостаточно. И мало кто знает вообще, из чего состоит эта жидкость для электронных сигарет. В общем, сегодня я пролью вам весь свет на эту тему и покажу вам, насколько это опасно. Первые прототипы электронных сигарет появились в 1927-1930 годах, но были предназначены для вдыхания лекарственных средств. Но свою популярность так и не сыскали. Движение началось только спустя 70 лет, в 2004 году. Конструкция электронных сигарет такова. В Муджу-Дуке, то есть корпусе электронных сигарет, находится литивоаккумулятор и атомайзер, который нагревает жидкость для получения аэрозоля. Если попробовать тянуть воздух, имитируя курение, то активируется датчик воздушного потока. И жидкость, попадая к последнему, начинает испаряться, образуя аэрозоль. А она, в свою очередь, может быть самых разных вкусов и запахов, только сейчас их насчитывается более 15 тысяч. Спираль испарения, которая обмотана тканью-фитилем, который, в свою очередь, пропитан жидкостью, при нагревании 100-350 градусов, испаряется. А теперь к самому важному. Жидкости для электронных сигарет, а сейчас их насчитывается уже более 15 тысяч. И состоит она, как правило, из никотина. Вот она, та самая великолепная причина таких продаж. В 2021 году мировой оборот продаж электронных сигарет достиг 32 миллиардов долларов. Так, это растворитель. Например, пропиленгликоль. Он составляет около 80% от всего состава. И когда они нагреваются, начинают выделять яды. Если вам это, конечно, будет о чем-то говорить, то это, например, оксид пропилена, который вызывает проблемы с сердцем. Более того, пропиленгликоль в аэрозольном виде способен раздражать дыхательные пути. Гортань, легкие и все тому подобное. А натуральный глицерин в высоких дозах может быть токсичен. Кстати, эти же вещества, пропиленгликоль и глицерин, также используются в дыммашинах. И там уж, как вы понимаете, обнаружено куда больше токсинов. И было обнаружено раздражение легких. Более того, в аэрозолях некоторых электронных сигарет находили содержание металлов. Концентрация превосходила обычной. Так, среди них выделяют никель, олово, хром, ртуть, серебро, кадмий. Но стоит похвалить электронную сигарету в плане пассивного курения. Концентрация так называемых ультрамелких частиц куда ниже, чем у обычной сигареты. В 5-40 раз. Анализ среды, куда, собственно, попадал дым электронных сигарет, показал, что там содержится еще та дрянь. И я не смог это прочитать в ролике, поэтому прочиту здесь. Формальдегид, акроклин, изопрен, ацедоэльдегид, иксусная кислота. Я думаю, только от одних названий всему миру хана, а тут они еще и внутрь попадают. Я доказал, почему это может вам навредить. А курить или нет, решать вам. Да, я шучу, эта хрень может вас убить. Брось сигарету, брось! Брось сигарету, брось сигарету. Брось сигарета, брось сигарета. Брось сигарета. Брось сигарета.